Здравствуйте, дорогие ребята! Тема нашего сегодняшнего урока по биологии – развитие животных после рождения. Сегодня мы узнаем о типах развития животных, какие изменения происходят на каждом этапе. Поговорим о том, что такое наука геронтология и как человек борется со старением. Вспомним особенности морфологии ряда видов животных и закрепим понятие об особенностях развития. Индивидуальное развитие организма продолжается и после его рождения, когда зародыш уже сформировался и может существовать самостоятельно вне яйца или тела матери. Период развития организма после рождения называют послезародышевым или постэмбриональным, от латинского пост-послеэмбриона. У животных выделяют три основных периода постэмбрионального развития – ювенильный до достижения половой зрелости, период зрелости и период старости, заканчивающийся смертью. У различных организмов этот период протекает по-разному, поэтому различают прямое и непрямое развитие. В свою очередь, непрямое развитие подразделяется на развитие с полным превращением и неполным превращением. Прямое развитие происходит без превращений. Родившийся организм имеет сходство со взрослой особью и отличается только величиной, пропорциями тела и недоразвитием некоторых органов. Такое развитие в основном наблюдается у рыб, присмыкающихся, птиц и млекопитающих. Так, из икринки рыбы выходит личинка с желточным мешком. Она развивается в малька, похожего на взрослую особь, но отличающегося от нее недоразвитием ряда органов. Ювенильный период в этом случае сводится главным образом к росту и половому созреванию молодых особей. Преимущество прямого развития организмов состоит в следующем. Развитие организмов во взрослую особь ювенильный период обычно проходит за более короткий промежуток времени. Не происходит существенной перестройки организма, соответственно требуется сравнительно меньше энергии и питательных веществ. При развитии с превращением из яйца появляется личинка, совершенно не похожая на взрослый организм. Такое развитие называется непрямым или развитием с метаморфозом. От греческого метаморфозис – превращение, то есть с несколькими личиночными стадиями, постепенного превращения во взрослую особь. Личинки активно питаются, растут, но за редким исключением не способны к размножению. Развитие с метаморфозом характерно для насекомых и земноводных. Причем у насекомых метаморфоз может быть полным и неполным. При развитии с полным метаморфозом насекомые проходят ряд последовательных стадий, как правило, резко отличающихся друг от друга образом жизни и характером питания. Например, у бабочки из яйца выходит гусеница, которая имеет червеобразную форму тела, а затем гусеница после нескольких линик превращается в куколку, неподвижную стадию, которая не питается, а только развивается во взрослое насекомое. Через некоторое время из куколки выходит бабочка. Пища и способ питания у личинки и взрослого насекомого различаются. Гусеница ест листья растений и имеет грызущий ротовой аппарат, а вот бабочка питается нектаром цветков и имеет сосущий ротовой аппарат. Иногда у насекомых некоторых видов взрослая особь вообще не питается, а сразу же приступает к размножению. Например, тутовый шелкопряд. Полный цикл развития характерен для отряда чешуекрылые – бабочки. Жесткокрылые – жуки. Бабочка, пожалуй, самая прекрасная насекомая на свете. Ее удивительные крылья поражают своей формой и красотой. Но прежде чем преобразиться в элегантную, питающуюся нектаром красавицу, ей предстоит совершить превращение. Каждая стадия ее жизненного цикла уникальна и полностью отличается от предыдущей. Сначала, найдя наиболее безопасное место, взрослая бабочка откладывает крошечные яйца. Едва выйдя из яйца, маленькая гусеница начинает усиленно питаться зеленью. Ей нужно набрать как можно больше энергии и питательных веществ для предстоящей метаморфозы. В процессе своего быстрого роста гусеничная личинка периодически линяет, сбрасывая кожу, которая становится мала. Наступает момент и гусеница перестает думать о еде. Она ищет укромное место, чтобы совершить удивительное превращение. Специальные железы гусеницы образуют липкую жидкость, которая тут же затвердевает на воздухе, превращаясь в шелковую нить. С ее помощью гусеница прикрепляется к растению и начинает свивать вокруг себя кокон. В коконе начинают происходить удивительные изменения. Ненужные теперь органы гусеницы рассасываются и формируются новые. Куколка пребывает в абсолютной неподвижности и весьма уязвима, но природа позаботилась о ее маскировке. Чаще всего кокон имеет окраску, схожую с внешней средой. В конце этапа перевоплощения покровы куколки становятся прозрачными и уже можно предугадать окраску бабочки. Наконец происходит второе рождение этого удивительного существа. Оболочка кокона лопается и из него, прилагая немало усилий, выползает наружу взрослая насекомая и мага. Новорожденная бабочка еще не может летать. Ее маленькие крылышки влажные и эластичные. Она постоянно трепещет ими, пока крылья не просохнут и не достигнут нужного размера. Как только ее крылья окрепнут, приобретут силу, жесткость и легкость, бабочка взлетает, делая свой первый круг. Так проходит путь из дурнушки в красавицу. Теперь она питается соком растений и нектаром цветов. Отряд двукрылые также относится к этой группе. Напомним, что эти насекомые имеют только одну пару крыльев. Вторая пара сильно редуцирована и служит для стабилизации полета. К этой группе относятся комары и мухи. Отряд перепончатокрылых включает таких хорошо известных насекомых, как шмели, осы, пчелы, муравьи, пилильщики, наездники. Знание о циклах развития позволяет человеку разводить пчел, использовать наездников в ходе борьбы с насекомыми-вредителями. Отряд блохи включает паразитических насекомых, сосущих кровь у грызунов и других млекопитающих и человека. Блохи чрезвычайно опасны тем, что являются переносчиками возбудителей чумы. Знание об особенностях в циклах развития блох позволяет также бороться с различными видами заболеваний, переносимыми этими насекомыми. Неполный метаморфоз. При развитии с неполным метаморфозом стадия куколки отсутствует и личинки мало отличаются от взрослых насекомых. Так, у саранчи, вышедшая из яйца личинка, имеют по сравнению со взрослой стадией меньшую величину и у нее недоразвиты крылья. Насекомые с неполным превращением или отряд стрекозы, отряд полужесткокрылые, клопы, отряд равнокрылые. В древние времена, в течение многих веков, ученые отрицали тот факт, что насекомые могли развиваться из яиц и утверждали, например, что пчелы появляются из внутренних зарытого быка или льва. Однако уже Аристотель описал развитие мух из гусениц. О том, что насекомые появляются из яиц и проходят сложный цикл метаморфоза, впервые заявил итальянец Улис Альдруванди в 16 веке. Сегодня метаморфоз насекомых – факт, известный всем. У некоторых видов насекомых метаморфоз или превращение – это медленные изменения, во время которых постепенно развиваются характерные черты взрослой особи. Зачем же нужен метаморфоз насекомым? Благодаря метаморфозу насекомое может всю накопленную в организме энергию посвятить важнейшему этапу в своей жизни, в результате которого она приобретает возможности кардинально изменить образ жизни и пищевую специализацию. Личиночная стадия – это стадия питания. Личинки жуков или гусеницы бабочек поглощают большое количество пищи. Чтобы отложить в больших клетках своего тела достаточный жировой запас. Гусеница ест практически без остановки, а клетки, из которых в будущем образуются органы взрослой особи, остаются маленькими. В момент образования кокона в этих клетках начинается быстрое развитие, и маленькие клетки буквально поглощают жировые запасы личинки, чтобы преобразовать накопленную в них энергию и белки в новые органы крылья, половые органы и сложные органы чувств. Много видов насекомых во время метаморфоза используют всю энергию, собранную на личиночной стадии. В таком случае взрослая особь вынуждена искать пищу, богатую сахаром, чтобы получить энергию, необходимую для размножения. У насекомых с неполным превращением или метаморфозом личинка похожа на миниатюрную копию своих родителей и питается той же пищей, что и взрослые особи. Итак, личинки и взрослые насекомые являются пищевыми конкурентами. Кроме того, они живут на одной и той же территории, ведь питаются они одними и теми же растениями. Среди позвоночных животных развитие с превращением наблюдают в основном у земноводных, например, у лягушки. Личиночная стадия – головастик. По выходу из икринки он напоминает малька рыбы. У него отсутствуют конечности, имеются жабры и вместо легких – хвост, при помощи которого он активно плавает в воде. Спустя некоторое время у головастика формируются конечности, развиваются легкие, зарастают жаберные щели и исчезает хвост. И через два месяца после выхода из икринки головастик превращается во взрослую лягушку. Превращение личинки во взрослую особь связано с выработкой железами внутренней секреции специальных гормонов. Например, для превращения головастика в лягушку необходим гормон щитовидной железы – тироксин. Головастики живут в воде и питаются растительной пищей, а лягушки ведут в основном наземный образ жизни и питаются животной пищей. Это способствует ослаблению конкуренции между родителями и потомством, выживанию животных на ранних стадиях постэмбрионального развития. У некоторых организмов личинки способствуют распространению вида, расширению ареала. В этом случае личиночная стадия может быть приспособлена для расселения у малоподвижных или прикрепленных животных. Например, коралловых полипов, устриц, мидий или для поиска нового хозяина у паразитических форм. А в некоторых случаях при недостатке гормонов личиночный период может затягиваться на всю жизнь, и на этой стадии организм может приступить к размножению. Так, личинка земноводного амбистомы аксолотль при недостатке гормона щитовидной железы не превращается во взрослую особь и может размножаться при добавлении в воду тироксина. Развитие идет до конца, и аксолотль превращается в амбистому. Рост организмов. Характерное свойство индивидуального развития, рост организма, то есть увеличение его размеров и массы, по характеру роста всех животных можно разделить на две группы. С неопределенным и определенным ростом. При неопределенном росте размеры тела организма увеличиваются в течение всей жизни. Это наблюдается, например, у моллюсков, земноводных, рептилий, рыб. Организмы с определенным ростом прекращают расти на определенном этапе развития. Таковы насекомые, птицы, млекопитающие. Темп роста у животных изменяется в течение всего периода и находится под контролем гормонов. Например, у млекопитающих, в том числе и у человека, рост регулируется гормоном гипофиза, с аматотропином. Он активно вырабатывается в детском возрасте, а после полового созревания количество гормона постепенно уменьшается и рост прекращается. После интенсивного периода роста организм вступает в стадию зрелости, для которой характерно также изменение физиологических процессов в организме. Этот период связан с деторождением, старение и смерть. Продолжительность жизни зависит от индивидуальных особенностей вида организма, но не зависит от уровня его организации. Например, мыши живут всего 4 года, а ворон до 70 лет, а моллюск, пресноводная жемчужина, до 100 лет. Процесс индивидуального развития организма заканчивается старением и смертью. Старение – это общебиологическая закономерность, свойственна всем организмам. В процессе старения изменяются все системы органов, нарушается их структура и функции. Наука, изучающая старение, называется геронтология. Существует несколько теорий старения. Одна из первых была предложена русским ученым Ильей Ильичем Мечниковым. Согласно этой теории, старение организма связано с усилением процессов интоксикации, самоотравления в результате накопления продуктов обмена веществ и деятельности гнилостных бактерий. Многие современные теории предполагают, что старение организма – это следствие изменений в генетическом аппарате клеток, которые приводят к снижению активности процессов биосинтеза белков. Существенной причиной изменения генетической активности является ослабление работы белков-ферментов. Процесс старения затрагивает различные структуры организма, накапливаются изменения в молекулах ДНК, меняется синтез РНК и белков, снижается интенсивность синтеза АТФ, активность многих ферментов. Процессы диссимиляции начинают преобладать над ассимиляцией, уменьшается содержание воды в клетках, нарушаются процессы транспорта веществ через плазмолему, изменяется функционирование клеточных органоидов, снижается методическая активность клеток и их выносливость и чувствительность к различным биологически активным веществам, например, гормонам. С возрастом повышается частота хромосомных нарушений. Восстановление поврежденных участков ДНК идет медленнее, накапливаются мутации, которые проявляются в структурах РНК и белков. Всего 100 лет назад человек в среднем жил 40 лет, а каждый третий ребенок не проходил и рубеж 5 лет. Сейчас ситуация значительно изменилась. Наибольший вклад в увеличение продолжительности жизни внесло эффективное лечение детских заболеваний. Сегодня детская смертность составляет меньше 5 процентов, но бороться с возрастными изменениями мы по-прежнему так и не умеем. По данным Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, 70 процентов всех смертей вызваны заболеваниями, которые развиваются в процессе старения. Сердечно-сосудистые, онкологические, нейродегенеративные. У человека процессы старения обусловлены действием многих биологических факторов. Немаловажную роль в старении играет и социальная среда, окружающая человека. Как мы и говорили, наука, занимающаяся проблемами старения человека, называется геронтология. От греческого герон – старец. Старение – неизбежный этап развития любого организма. Далее наступает смерть, которая является необходимым условием для продолжения жизни других организмов. Как же замедлить процесс старения? Думаем, что ответ, как всегда, прост. Замедлить старение помогут умеренные занятия спортом, правильное питание и здоровый образ жизни. Итак, ребята, мы сегодня с вами узнали, каким образом проходит развитие животных после рождения, особенности прямого и развития. Как происходит развитие с полным и неполным превращением. Повторили отряды насекомых с полным и неполным превращением. Узнали, для чего нам важно применять знания о циклах развития на примере тутового шелкопряда. А также рассмотрели причины старения животных и человека. Обратите внимание на ресурсы, использованные для подготовки материала. Надеюсь, вам понравился наш сегодняшний урок. Учитесь и будьте здоровы!